Еще каких-то пару месяцев и школьники республики дружно заполнят загородные оздоровительные лагеря Чувашии. Но прием заявлений на приобретение путевок начнется уже 21 марта. Сейчас решаются организационно-технические вопросы. Как идет подготовка к старту, узнавала Юлия Важенина. Желающих попасть на летние каникулы в загородный лагерь, хоть отбавляй в городе, делать нечего. Уже третий год ускоряет процесс и облегчает жизнь родителям возможность подать заявку на отдых в электронном виде. В этом году такая кампания стартует 21 марта. Чтобы разгрузить автоматизированную систему в час пик, прием заявок пройдет в три этапа. Стартует поэтапно запись детских оздоровительных лагеря. Первый этап пройдет 21 марта. Это запись детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Потом 28 марта, тоже в субботу, будет запись детей, которые обучаются в районах, городах Чеварской республики, за исключением города Чебоксары и Новочебоксарской. Как обычно, наибольшее число желающих это у нас в городе Чебоксары и Новочебоксарск. Там запись в детских оздоровительных лагерях будет осуществляться 4 апреля. Правда, каждый год мы вносим изменения для того, чтобы избежать тех нюансов, для того, чтобы не было сбоев при записи. Программа работает таким образом, что по мере поступления заявления, вставляется, что если предыдущий, тот, который подал раньше заявление, отказывается, то, естественно, очередь продвигается, но это дается следующим. То есть практически таких сбоев, когда без очереди не было. Многие детские лагеря сейчас разнообразят досуг ребят. Создаются даже профильные смены. Например, для детей школ искусств готовится фестиваль мозаика творчества. Он пройдет на базе лагеря «Звездный». В лагере «Рекрут» на базе «Долларомантика» можно будет совершенствовать военно-прикладные навыки. Готовятся смены для юных экологов, будущих айтишников и других одаренных детей. Курирует это направление Центр молодежных инициатив, а заявления будут принимать специально обученные операторы. В заявление вносится информация о паспортных данных родителя и свидетельстве о рождении или паспорте ребенка. Именно поэтому система исключает повторный ввод одного и того же ребенка для приобретения путевки. Согласно порядку предоставления путевок, путевку в загородный лагерь ребенок может приобрести однократно в течение года. Поэтому мы должны обязательно исключить такой коррупциогенный фактор, как приобретение несколько раз путевки в разные лагеря. Если оператор четко вводит данные безошибочно, это полностью исключает эту возможность. Здесь, конечно же, большую роль играет человеческий фактор. Но, как показала практика, в прошлом году операторы сработали четко и повторных заявлений в лагеря не было. Для того, чтобы поддать заявку родителям, достаточно прийти в школу, где учится их ребенок с документами и заполнить заявление. Кстати, эта система будет работать вплоть до окончания летней оздоровительной кампании. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.